Организаторы конкурса «Солдатами не рождаются, солдатами становятся» Центр патриотического воспитания «Радмир» традиционно усложняет задачи для ребят. В этом году будущих защитников Отечества ждали 9 конкурсных заданий, индивидуальных и командных. Достаточно интересная программа. Я думаю, что ребята, которые сегодня у нас участвуют, это будет дополнительная допризывная подготовка. Это им пригодится в дальнейшем службе в вооруженных силах России. И, конечно же, это закалка. Соревновались 8 команд, СУЗов и школ, в каждой по 10 человек. Ребята стреляли из пневматической винтовки, бросали гранату на меткость и дальность, разбирали, собирали автомат Калашникова на скорость, а выносливость показали в беге на 100 тысячу метров. Умение слаженно работать в команде жюри оценивало в эстафете и строевом шаге с песней. Мы хотим, молодой Катюша, нам высокий берег, как и столь. Команда «Калининец» седьмой школы является сильным соперником к одетам морского пограничного лицея, которые в прошлом году стали абсолютными победителями конкурса и в зональном этапе вышли финалисты, но не добрали баллов и не участвовали в краевом этапе. В этом году моряки показали лучшие результаты. Снова заняли первое место в муниципальном туре, опередив команды сельскохозяйственного техникума и педагогическо-индустриального колледжа. Лариса Басова, Андрей Страдубцев, Анапа. Регион.